Леди Юргену никогда особо не нравилось, и его вполне устраивало их ответное безразличие. Это была одна из причин, если не главная, почему он вступил в имперскую гвардию. Там говорят, что делать, и ты идешь и делаешь, причем без всякой щепетильности, принятой в обычном обществе, которая его одновременно как утомляла, так и расстраивала. Однако, став персональным помощником комиссара, он был вынужден общаться с другими людьми несколько иначе, покидая пределы приятной области простых военных приказов и подтверждений, хотя и оставался до конца верен своим принципам разбираться со всеми вопросами самым прямолинейным образом. «На и чего, а тебя?» – спросил сержант в синей-желтой униформе местного ополчения, осторожно глядя на Юргена из-за своей дощатой стойки, что отгораживало большую часть склада. «В гвардии свои собственные склады снабжения». Юрген кивнул, спорить с ним было бесполезно, но он уже прочесал весь ассортимент каждого склада имперской гвардии, что находилось в непосредственной близости от квартиры комиссара. Он и не думал, что найдет здесь стоящее, но откуда знать, к тому же он лично гордился своим умением, как наложить лапы на что-то, что могло в любой момент понадобиться комиссару Каину. «Еще не знаю», – ответил он, отвечая на первый вопрос и игнорируя следующее очевидное замечание. «А что у вас есть? Я к тому же не от гвардии». Он поправил ремень ружья, чтобы то не упало на пол, пока он роется, в своих подсумках. Через секунду он выудил украшенный печатью замусоленный лист пергамента и шлепнул его на стойку, дабы сержант мог взглянуть на бумагу. Солдат спешно сделал шаг назад. Бойцы часто так поступали перед явным доказательством позаимствованной власти у Юргена. Податель сей бумаги – стрелок Ферик Юрген, мой персональный помощник, «Посему окажите ему любую необходимую помощь, что может потребоваться для исполнения служебных обязанностей». Подпись «Комиссар Кайфас Каин». «А-а-а, так ты из комиссариата», – спросил сержант. Его голос чуть нервно подрагивал. Юрген кивнул в ответ. В реальности все было несколько сложнее. Технически он все еще был прикомандирован от Вальхальского артиллерийского полка, однако обратно его никто не ждал. Сам же Юрген даже не потрудился в точности выяснить, где его место в невероятно запутанной структуре подчинения имперских вооруженных сил. С другой стороны, никто другой тоже не знал. И эта двусмысленность его положения уже не раз выручала в сложных ситуациях. «Я работаю на комиссара Каина», – просто ответил он, сворачивая потрепанную бумажку и возвращая ее в глубины подсумков. «Это я уже понял», – сказал сержант Мерсер. Он вынудил себя выдавить заискивающую улыбку. Несмотря на то, что он был старше по званию этого дурно пахнущего нарушителя, ему давно стало понятно, что его звание ничего не значит для большинства гвардейцев. Те всегда относились к любому местному ополчению как к сброду, едва признавая их существование, не говоря уже о каком-то уважении. Кроме того, похоже, этот гвардеец выполнял поручения комиссара, одного из тех загадочных и ужасающих людей, которых редко мог встретить обычный ополченец, и хорошо, если только половина историй, которые он слышал о них, оказались бы правдой. Но и не простого комиссара, а самого Каина, героя Перлии, который к тому же в данный момент надирал задницы силам повстанцев, что наводнили город. И какими бы ни были неприятными гости, похоже, лучше всего помогать ему, пока не станет понятно, что же ему нужно. Юрген склонился над стойкой и уставился на полке с аккуратно разложенными съестными припасами. «Че-то отсюда плохо видно», — заявил он. «Да, вы совершенно правы, зайдите сюда». Сержант нехотя откинул часть стойки на петлях, дабы открыть провисшую дверку из того же материала. Юрген быстро скользнул внутрь, мимоходом запоминая имя бойца, посмотрев его в расписании нарядов, что висело на стене. Комиссар всегда говорил, даже самая незначительная деталь может оказаться важной, а Юрген верил его советам всем сердцем. Посему он с таким же прилежанием собирал все крупицы информации, как и любую оставленную еду или инвентарь. Наткнулся на что-то, никогда не знаешь, когда оно сможет тебе пригодиться. «А есть инвентарный список?» — спросил он, и сержант Мерсер столь же неохотно кивнул головой. «Где-то тут!» — сказал он, принимаясь рыться на полках под стойкой. Понаблюдав пару секунд за терпеливым ожиданием Юргена, сержант понял, что нет смысла больше тянуть, и вытянул потрепанный почтенный грозбух с кожаным переплетом, при этом пытаясь скрыть свое раздражение. «Думаю, вы найдете, что здесь все в порядке!» Юрген молча забрал книгу, однако вокруг него витал ощутимый скепсис. Столь же ощутимый, как и запах, который проник вместе с ним на склад. Мерсер осознал, что держится подальше от незваного гостя, так и не понимая, в чем заключалось то, что его беспокоит. «Тогда я пробегусь по списку!» — произнес Юрген, тут же забывая про сержанта. Словно ополченец, просто перестал существовать. Мерсер наблюдал, как гвардеец методично пробирался вдоль стеллажей, периодически останавливаясь, листая страницы толстенного тома. Время от времени Юрген с выражением терпеливого изучения бросал взгляды на Мерсера. «Это что-то местное?» — спросил Юрген, когда полоска сушеного мяса исчезла через отверстие в его бороде, сопровождаемое хлюпающими звуками жевания. Мерсер кернул. «Песчаный угорь из парха — единственная тварь, что может жить там на поверхности. Местные ловят их ради мяса!» Вот тут, осознав, что он начал бормотать, сержант закрыл рот. Чем меньше он скажет, тем меньше слухов дойдет до ушей комиссара. «Жрали и похуже!» — сделал вывод Юрген, попутно запихивая пару упаковок жестких полосок в один из подсумков, свисающих с его нательной брони. На складах гвардии и близко такого не было, а комиссар Каин обычно любил попробовать что-нибудь местное. Кроме того, они оба были закаленными бойцами и любая еда по сравнению со вкусом. Совершенно ни на что не похожего батончика из аварийного рациона становилось приятным разнообразием. К тому времени, как Юрген завершил променад по полкам, подсумки потяжелели, набитые различными местными деликатесами, коими не могли похвастать склады гвардии, снабжавшиеся из других миров. Больше ничего о Хеллингоне и сказать-то нельзя было. Этот мир, по его мнению, очень точно соответствовал названию. Конечно, он видал миры и хуже, но с другой стороны, сражающиеся с гвардией еретики были людьми, а не убийцами из блестящего металла или рыскающими ужасами тиранид. Но, как и большинство планет, что они посетили с момента вступления в гвардию, воздух здесь был слишком жарким и сухим, а земля под ногами слишком прочной. «Я могу вам чем-нибудь еще помочь?» – спросил сержант Мерсер, вспомнив о существовании Юргена. Юрген покачал головой. «Нет, я все нашел», – ответил он, возвращая обратно к нему. «Понятно». Если голос сержанта едва дрожал, или его лицо было бледное, или бледнее, чем обычно, то Юрген этого не заметил. Он в любом случае редко такое замечал. Однако кое-что, какой-то тонкий намек на опасность тут же гарантированно настораживал Юргена. К тому времени его жизнь уже столько раз оказывалась на грани из-за засад, нападений берсерков или внезапной стрельбы, что он верил, что если в данный момент времени его кто-то не пытается убить, то обязательно сделает это позже. Соответственно, он почти сразу понял, что за ним следят. Он оглянулся, осторожно потянул за ремень лазгана, дабы, в случае чего, с легкостью достать его. Но так, чтобы не было заметно, что он готов к бою. Точно. Тихое шебуршание эхом раздавалось из тени позади него, словно кто-то сделал на полшага больше, прежде чем озазнал, что добыча замерла и необходимо тоже застыть на месте. Юрген ощутил, что невольно ухмылился. А, типичная небрежность для ополченцев, подумал он. Хотя неплохое место для засады, в этом они правы. Ему отрезали дорогу в проходе между двух огромных стеллажей, на которых, судя по трафаретной надписи, хранилось ручное оружие и боеприпасы. Хотя ни то, ни другое его не интересовало. Если нужно было, он мог с легкостью раздобыть бы это на складах гвардии. Кроме того, большая часть лазерного оружия было местного производства, неплохого качества, но несравнимого с продукцией миров кузнец. Так что у него не возникало желания обнаружить, что энергоячейку закоротило в самый момент, когда нужна она более всего. Теперь они уже должны были атаковать в любой момент. Не было смысла показывать преследователям, что он знает об их существовании, так что ему нужна была правдоподобная причина для остановки. Приспустив брюки, Юрген начал лениво поливать ближайшую стену. Справляя естественную потребность, он окинул взглядом непосредственное окружение, словно просто пытаясь убить время, пока природа берет свое. На хвосте у него висело двое, пытаясь скрыться за грудой проржавелых металлических бочек. Они почти преуспели, но все же не ушли от пристального взгляда ветерана. Едва смышный лязг металла, а металл говорил о том, что по крайней мере один из них возможно вооружен. В другом направлении беспорядочно сваленные ящики сужали проход между строений. Рядом с ним пыхтел лохо с сигареткой, боец в сине-желтой униформе, очевидно высматривающий своего непосредственного командира. Однако представление было бы более убедительным, если бы его голова чаще смотрела в сторону прохода, а не в сторону Юргена. Выразив свое удовлетворение завершением процесса, Юрген поправил свое достоинство и одежду, и продолжил неторопливо шагать к курящему бойцу. Как он и ожидал, тихое шуршание корадущихся шагов возобновилось. Судя по звуку, за ним пошел только один, значит другой, скорее всего, прицеливается из какого-то оружия. Его мнение об ополчении Хеллингкона рухнуло еще глубже, если такое вообще было возможным. Стрелок был столь же опасен для своих товарищей, как и для Юргена. К тому же на нем был шлем и бронежилет, в то время как крадущийся за ним солдат был облачен всего лишь в униформе. Юрген не забивал себе голову вопросом, зачем они вообще крадутся за ним. Причины не важны. Когда он прошел мимо курильщика, тот атаковал, прыгнул на него с боевым ножом, который не очень-то удачно прятался, скрывая за своим телом. Или же он точно знал, что делать и желал вложиться в один нацеленный удар, точный, в какую-нибудь уязвимую точку брони. Или же он был идиотом, нападая в смутной надежде найти брешь в защите. Как бы то ни было, ему не повезло, Юрген стащил с плеча лазган и врезал дулом в запястье мужчины, сбивая прицел. Послышался хруст ломаемых костей. Лезвие отскочило от плотной карбофибровой брони. И Юрген нажал на спусковой крючок, всаживая пару разрядов в грудь курильщика, еще до того, как тот вдохнул в себя воздух, дабы издать полный боли крик. Одним меньше. Юрген развернулся и заметил, что крадущийся за ним ускорился в надежде сохранить дистанцию до того, как он сможет выстрелить из лазгана. Нападающий был худым, достаточно худым, чтобы униформа странно болталась на его теле, будто бы на пару размеров больше необходимого. Юргену это показалось странным, будто бы не он лично провел полжизни, используя неподходящую для него одежду. Проблема с униформой в имперской гвардии была одна. Ее выпускали в двух размерах. Или слишком большую, или слишком маленькую. Эта проблема большая. Для большей части бойцов она решалась путем обмена экипировкой с остальными из подразделения. Однако, касаемо Юргена, ему никогда еще не удавалось воспользоваться таким трюком. У бегущего в руке оказалось какое-то оружие, вроде грубого стаббера, из которого тот палил при беге. Юрген даже не вздрогнул. Шансы попасть в цель из ручного оружия при беге были минимальными. Он об этом знал, к тому же, даже если нападающему повезет, то его бронежилет скорее выдержит попадание. Но атакующему не повезло. Залп лазерного огня неподвижного стрелка был точнее, особенно если этот конкретный стрелок провел годы, выслеживая двигающиеся цели посреди жаркого боя. Боец со стаббером согнулся и упал. Его грудь превратилась в уродливое прожженное месиво, характерное для лазерного огня. Когда рука ударилась о землю, пистолет выскочил из его разжавшейся хватки. Возможно, он умер до того, как упасть на землю, но Юрген все равно на всякий случай всадил ему в голову еще один разряд. Он достаточно видел людей на поле боя, которые сражались, держась исключительно на силе воли, и которые уже давно должны были быть мертвы, но их защищал шок и последняя волна адреналина от получения смертельных ран. Когда Юрген побежал вперед, разворачиваясь, чтобы прицельно выстрелить спрятавшегося за бочками, его ботинок пнул выпавшее оружие, и он презрительно взглянул вниз. Это был старомодный пистолет, грубо выполненный и явно нестандартного шаблона. Он не годился для ополчения даже такого захолустного мерка. Неудивительно, что стрелявший не попал в него. Юрген вообще не понимал, как кто-нибудь может использовать такое оружие вместо лазгана. Однако у стрелка за бочками не было угрызений совести, и буря лазерных разрядов прогрызла ракрит склада, выдолбливая щели из ящиков и попадая в труп, атакующего с ножом. Юрген открыл огонь очередью. Он знал, что это слишком быстро истощит энергоячейку, но ему негде было укрыться, а если упасть на пол, чтобы уменьшить себя как цель, то это просто позволит укрывшемуся стрелку в свое удовольствие палить по неподвижной мишени. Лучше уж наступать, прикрываясь подавляющим огнем, в надежде, что сам атакующий заляжет, пока Юрген не сможет сделать прицельный выстрел. И его тактика сработала за гранью самых смелых ожиданий. Его непрерывная очередь лазерного огня выбила искры из металлических бочек, понаделала дырок в них с таким грохотом, что даже сердце орка бы затрепетало. Это определенно напугало укрывшегося стрелка. Тот прекратил стрелять и залег в сомнительное укрытие из металлических цилиндров. Ни к чему хорошему это не привело. Из простреленных бочек потекла жидкость и почти сразу же по складу разнесся густой резкий запах прометеума. Поскольку Юрген продолжал наступать и стрелять, искр от попадания по металлу или жар самого лазерного выстрела поджег вытекающую жидкость. С приглушенным грохотом вся конструкция взлетела на воздух. Юрген даже пошатнулся от внезапной волны жара. Он тут же быстро побежал назад, так как лужа горящего топлива поползла в его направлении и жадно накинулась на ящики, которые и так уже были обуглены от жара. Ему показалось, что откуда-то из самого центра этого пламенного ада он услышал долгий крик, полный агонии, который вскоре быстро был оборван вторичным взрывом. Юрген задыхался от дыма, глаза слезились от едких испарений. Он, шатаясь, вышел на открытое пространство с жадностью, вдыхая свежий воздух. Густые плотные клубы дыма последовали за ним, словно изучающие щупальца. Но он проигнорировал их и немедленно осмотрел окрестности на предмет других опасностей. К нему бежал десяток или более местных ополченцев. Их привлек шум. У некоторых в руках были специальные чехлы для тушения огня. Другие держали оружие на готове. Они явно решили, что напали повстанцы. «Ты, гвардеец, бросай оружие!» Заорал кто-то. И Юрген развернулся, приготовившись к бою, если понадобится. Но на сей раз это был не вариант. Пятеро солдат целились в него из своих лазганов. И было понятно, что они умеют с ними обращаться. Они слишком сильно разошлись, чтобы уложить всех, даже если он попытается. То убьет максимум пару, а остальные прикончат его. Их одеяния отличались от одежды нападающих. На них были бронежилеты и полные шлемы. Эмблема подразделения, выбитая на грудных пластинах, ему ничего не сказала. Продолжение следует...